Всем привет! И с вами Лена Фрост. И сегодня на моем канале будет видео посвящено приятностям месяца. Это будет период с декабря по январь. Ну что, я начинаю? Всем приятного просмотра! И по традиции свой обзор я начну с декоративной косметики. И первый продукт, который я купила, это был, как всегда, из компании Avon. Вот такие вот тень-карандаш для век. С одной стороны, это такие бледно-зеленовый оттенок, а с другой стороны, это тоже бледно-фиолетовый оттенок. Всегда можно взять с собой, очень маленький, очень компактный, кремообразного состояния, и поэтому нелегко наносится. Для легкого какого-то повседневного макияжа мне очень-очень подходит и понравилось. Второй продуктик, это был вот такой вот карандаш. Также компания Avon. Белый карандаш. Я захотела и купила просто белый карандаш, чтобы его было много, и он оказался действительно хороший, он мягкий. И слизистую оболочку глаза красит хорошо, чем мне он понравился. Еще один карандашик, тоже из компании Avon, но это был подарочек моей соседке. Она мне подарила на Новый год. И вот моя соседка мне подарила вот такой вот блестящий карандаш, фиолетовый. Вот так он выкручивается. Действительно хорошо пигментирован, много блесток, и мне он очень нравится. Спасибо тебе большое, Зиночка, за подарочек этот. Также декоративная косметика. И вот недавно совсем не пришел мой заказик из Avon. Я покупала вот такой вот тональный крем. Это матирующий. Сейчас он на мне. Мне его разрекламировали как очень хороший, плотный. Ну, он оказался жидкий, простой, но благодаря моему спонжу, который я вам показывала, такой яйцеобразный, он очень хорошо наносится. Мне нравится. У меня это в оттенке ньют. Но вот единственное, что не то, что я ожидала, но тем не менее, прекрасная тональная основа для непроблемной кожи, скорее всего. Перед этим кремом тональным я покупала себе обыкновенный тональный крем Smart Girl Miss Perfist. Мне понравилось то, что он очень-очень жидкий. Это его плюс. Также он очень странный, потому что вот здесь вот, как вы видите, он коричневый. Но когда его размаживаешь, он становится белым. У меня это тон третий. Но он опять же ничего не скрывает, просто покрывает таким тонким-тонким слоем и выравнивает кожу, скорее всего. Не нашла еще того тонального крема, который будет хорошо так скрывать. Потому что с моей проблемной кожей это нужно. То, что мне нужно, конечно же, скрывать. Это карандаш маскирующий. Здесь он с витамином Е. Это обыкновенная белорусская фирма Color Stix. Тон первый. Вот в такой вот помадке он сделан. Я сегодня первый раз им попользовалась. Мне нравится именно, что он в твердой основе, а не в жидкой. Потому что жидкая основа, она сливается потом в тональной основе и растирается. А он вот нет. От декоративной косметики мы переходим к уходовой косметике. Я заказала такое вот очищающее средство для кожи лица. Честно сказать, я лоханула с ним. Потому что у меня заканчивается тоник. Я думала, этот тоник. Ну, в общем-то, я перепутала. И это оказалась просто такая, как бы, пенка для умывания. Дело в том, что попользовалась я ей всего лишь пару раз. Забы поэкспериментировать и потом рассказать вам, какое же все-таки оно. Поэтому, не знаю, мне не очень нравится. Потому что замена его, я как вам говорила, это чистая линия. Мне она безумно понравилась. Но вот как я лоханула с этим, я решила попробовать. Вот чистая линия, вот эта вот, пенка для умывания, вот, они намного, гораздо лучше. Также, вот, вчера я купила, раз у меня закончился тоник, значит, мне нужен был тоник, я купила клееросин. Могу сказать одно, то, что он мне очень-очень понравился. Я не пожалела. Но то, что мне понравилось, он специально против прыщей. И с салициловой кислотой, в общем-то, то, что нужно. Потому что он подсушивает все ваши прыщички, и он гораздо лучше. Потому что у меня было средство 3 в 1, тоже от клееросин, и оно мне очень понравилось. Сегодня первый день попользовалась, и мне действительно понравилось. Потому что салициловая кислота, она все-таки делает свое дело. Поэтому я не пожалела, что я ее купила. И последнее из уходовой косметики, это был крем. Кожу нужно увлажнять, тем более она у меня жирная. Поэтому мне ее нужно как-то бороться с этой жирнотой. Но вот благодаря этому крему, действительно, он хороший. Компания Aeon. Боже мой, я как рекламу делаю. Но нет, действительно. Я выбираю вот это вот для жирной и комбинированной. То есть, потому что у меня некоторые участки кожи жирные, а некоторые комбинированные. Сэкстракт огурца и зеленого чая. Очень хороший. Он вот такой вот зеленого что ли цвета. Он не густой. Он такой более жидкий, хорошо намерется. И то, что мне понравилось, он недолго впитывается. У меня был крем DAF. Он безумно очень впитывался. Но я нашла такую особенность. Вот это вот, он у меня для жирной кожи. Но после того, как я долгое время пользовалась мылом DAF, у меня кожа стала немного суше. И вот поэтому, и тем более зима, оно все пересушивает, нехватка воды в организме. И поэтому я стала пользоваться кремом DAF. Поняла то, что мне в принципе подходит крем DAF. Поэтому если у вас, девочки, сухая кожа, и вот сейчас зима, она нужна из-за увлажнения, попробуйте крем DAF. Он действительно подходит для сухой именно кожи. Потому что мою кожу, он действительно отмыла, она пересушилась. И потом этим кремом я пользовалась на вечер. Он действительно отличается. Вот его особенность, потому что он, во-первых, жирный, безумно жирный. И он очень долго впитывает. Но вот этот вот, в принципе, для моей проблемной кожи и для моей жирной кожи, он подходит. Мы перейдем к запаху. А в этом месяце у меня получилось так, что два приобретения. Первое, это вот такой вот City Funny Smile. То есть, это вот такая вот детская водичка, которая не такая уж стойка, но она меня подкупила своим, во-первых, дизайном. Она очень-очень милая. Сейчас я вам покажу. В Инстаграме, кто, конечно же, за мной следит, вы можете наблюдать. Потому что я выкладываю свои покупочки. Если вам, конечно, интересно, то подпишитесь на меня. Снизу будет ссылочка на мой Инстаграм, также на моем ВКонтакте. Смотрите, следите, если интересно. Вот. Переходя к духам. Очень-очень хороший, безумно прикольный, классный дизайн. И запах мне безумно понравился. Это такая вода, что получилось. Малина, клубника и мускус. Я люблю просто сладкие-сладкие ароматики. И это такая вот жвачка. То есть, ты пахнешь жвачкой. Но ты пахнешь сладкой жвачкой. Разбавить ваши вот эти зимние, суровые будни, они сделаются намного веселее. Еще одно приобретение от духов. Это подарочек. От Фаберлик. Это подарок от мамы моего молодого человека. Вот такой вот сюрпризик мне был на Новый год. Очень-очень безумно просто приятно. И я благодарна. Я рада. Я очень довольна. Я пользуюсь ими. Спасибо большое за такой приятный сюрприз. Я безумно рада. И мне нравится. Я не умею описывать... Я не умею описывать запахи, но мне он очень нравится. Он такое что-то между свежим. Это не духи, которые похожи были у меня. Это что-то новое. И что-то вот знаете, как свежий воздух к моим всем сладким духам. И поэтому вот пока чаще всех я пользуюсь ими. Я вот сейчас у меня сессия идет. Я практически никуда не выхожу. Но дома я просто беру такая, сижу и довольная. Следующий продукт я даже не знаю, к чему отнести. Но это вот такой вот просто. Быстрая сушка для лака для ногтей. Потому что я люблю много слоев красить на лак. Там добавлять блестки разные. И оно очень долго сушится. И поэтому это очень трудно сидеть на месте. Потому что как девушкам, как только мы накрасим ногти, нам сразу появляется тысяча дел. Я попробовала только один раз. Очень странная текстура, маслянистая такая. Я не знаю, либо мне нужно было подождать дольше, чтобы оно быстрее высохло, либо просто не подействовало. Я попробую еще раз. Это Тейвен. Ну, потому что мне удобно. Мне никуда идти не нужно. Мне приносят каталог на дом. Я смогу спокойно посмотреть. Мне подскажут и я закажу. Чем ходить куда-то выбирать. Да, есть один минус. Ты не знаешь, какой вот размер, допустим. Да, я не ориентируюсь. Там 50 миллилитров, 30 миллилитров. Это для меня за грамм. В общем-то там, какого оно размера придет. Ну, так удобно на самом деле. Не идти никуда. Вот, сушка для ногтей. Не знаю. Первое впечатление двояко. Вроде как не помогла мне. Но я попробую. Переходя к волосам. Видите, сегодня я такая в нарядном виде. Такая решила приодеться. Чапуриться, короче. В общем-то так. У меня беда и с волосами. У меня вообще совсем беда. И с кожей, и с волосами. В общем-то это не суть важна. Я люблю себя такая, какая есть. Поэтому ничего страшного. И вы любите обязательно себя такими, какими вы и есть. Потому что это очень-очень важно. У меня очень жирные волосы. Они просто вот, если я утром вымою волосы, к обеду они просто будут жирные. И никакие, как будто я не мыла их. И с этим беда. И это я знаю. Я не знаю, как с этим бороться. Потому что мыть волосы по два раза на дню, вы знаете, для меня это слишком. Но мне приходится иногда, когда я куда-то выхожу, я даже мою два раза волосы на дню. Потому что невозможно своими волосами. Вот. Я нашла, ну, ТАФТ от Шварцкоп, тройная фиксация, пенка. Мне она помогает, потому что волосы, помимо того, что у меня жирные, тоненькие-тоненькие. И вот именно пенка, она мне помогает. Дело в том, что я, наверное, месяца три я не пользовалась феном. Я просто берегла свои волосы. Пенка, она годна именно для того, чтобы их волосы высушивать феном. И поэтому я начала пользоваться феном опять. Эффект хороший. Их становится чуть больше. Они менее грязнятся, но все равно к вечеру они уже грязнятся, это в любом случае. И они как-то укладываются более лучше. Сегодня вот мои кучеляшки такие. Я хочу с вами поделиться своей радостью. Потому что, наконец-таки, Господи, наконец-таки я взяла и купила себе. А я купила себе плойку Равента. Фирма Бьюти Равента. Та-да-да-дам! Мне она нравится. Нравится, нравится, нравится. Я не устану это повторять. Я давно хотела себе такую плойку. Без щипцов, без ничего. Просто конусная плойка. Я давно ее хотела. Вот этим вот бумом, который был у нас в пятом элементе, снесли все. А еще до Нового года я ее не смотрела. И поэтому я думала, купить, не купить, ну как бы это стоящее приобретение. Значит, я могу себе позволить ее. И вы знаете, вот когда я уже надумала и подумала, за стипендии я куплю себе плойку. Я пошла в магазин в пятый элемент. И она меня дождалась. И я действительно поняла, что если она меня с декабря, когда был этот весь бум, который скупали все продукты в пятом элементе, когда там ничего не оставалось, она осталась. Я поняла, что да, мне нужно ее купить, потому что все плойки, которые у меня были предыдущие, они просто были кошмарны. То есть, во-первых, я крутила три часа. Я так палила свои волосы. Потом я не могла расчесать волосы, потому что локоны должны были держаться. Я должна была их заливать самым стойким лаком просто. И не дотрагиваться они. Эту плойку я провела эксперимент. Я накрутилась, расчесалась, не заливала лаком, ходила целый день. Трогала волосы вот так вот и просто так. Она идеальна. Она вынесла все, что я с ней делала. И я просто влюбилась. И я подумала... Ей 10 баллов из 10. Она прекрасная просто плойка. Мне она нравится. И в 200 градусов. У меня она берет на 130. То есть, начинать с 120 до 200. Это еще столько дохеричей градусов. У меня 130 она берет. Она керамическая, потому что у меня были железные. Я хотела именно керамическую. Все, это моя мечта. У меня она сбылась. Я довольна. Ну что, я заканчиваю, как всегда, аксессуарами. Потому что какая-то, Лена, без аксессуара. Где-то я это слышала. Поехали. Потому что это стильно, прикольно и мне нравится. Поэтому аксессуары. В этом месяце их было не так уж и много. Первый аксессуарчик, это вот такие вот сережечки-пусеты. Которые уже нашумели весь интернет. Просто они уже есть везде. Но когда их еще не было у нас в Беларуси, я их заказывала. Заказывала очень-очень дешево. Они шли ко мне очень долго. Я заказывала их в августе. Они пришли ко мне только в декабре. Но я думала, что ага, к этому времени все равно. Еще никто бы не будет их носить. Фиг. Короче, мне они пришли и все уже их носят. Не суть вас. Но вообще мне нравится. Да. Переходим ко второму. Также сережки, вы их уже видели. Мои новогодние серьги. Я их покупала специально к часам. У меня часы такого золотистого цвета. И они, по-моему, они очень простые и прикольные. И последний аксессуар. Это такого-то Шамбала. Тоже к Новому году я ее покупала к новогоднему платью. Просто такой вот элементарный аксессуарчик в виде такого цвета. Она всегда подходит. Вот и все мои приятности за декабрь и январь месяц. Это видео выйдет намного раньше. Потому что у меня потом не будет возможности снять видео. Спасибо за внимание. Всех люблю. Также ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите внизу комментарии, какие видео вы хотите видеть на моем канале. Пишите также, какие вам продукты больше всего понравились. Что же вам понравилось. Всех люблю. Пока-пока.